Добрый вечер, вы в футбольном клубе, я Василий Уткин. На канале НТВ в прямом эфире информационная передача о футболе. Объявлен список кандидатов в сборную России на матч с Украиной. Список включает в себя 28 человек, в том числе четверых вратарей. Заранее известно, что собственно на матч в Киев отправятся 3 голкипера и от 20 до 22 игроков в общей сложности. Среди защитников нет Юрия Никифорова, он травмирован. В ближайшее время выяснится, примет ли участие в сборе Христов. У него, как известно, тоже небольшое повреждение. В этой линии два новых имени. Оба армейцы. Валерий Менько и Евгений Варламов. В средней линии против ожиданий количество ветеранов по сравнению со шведским сбором практически не убавилось. Очевидно, впрочем, что прошедшего с момента назначения выживаться времени, недостаточно ни, чтобы определить более или менее узкий круг игроков сборной, ни, чтобы это оценивать. Один дебютант Алексей Смертин. По сравнению с матчем в Швеции нет двух нападающих, Юрана и Бесчастных. Относительно первого ясности нет, второй же на тренерках выглядел неубедительно, так что его отсутствие закономерно. Вместо них приглашены выступающие в чемпионате России Есипов и Терехин. Сбор начнется в понедельник. В понедельник уже ограничится работа в сборной России журналистов. Затем команда закроется и покажется народу уже на Киевском Олимпийском стадионе. Первые и последние, таким образом, новости из команды смотрите в понедельник в футбольном клубе. Сегодняшний же выпуск посвящен событиям недели завершающейся. Это судьба и выступление российских клубов в Еврокубках. Приоритетно и вообще, и для канала НТВ состоявшаяся вчера, извините, жеребьевка Лиги чемпионов. Московскому «Спартаку» в соперники достались действующий владелец Кубка чемпионов «Реал», действующий владелец Кубка УЕФА «Интер» и австрийский «Штурм». Как раз на «Интере» закончилась редкостно успешная предыдущая Еврокубковая эпопея «Спартака». С представления этого соперника мы и начинаем. У «Интера» есть все предпосылки для того, чтобы претендовать на ведущую роль в европейском футболе. Самое главное – наличие на пасту президента клуба Массиво Мурати. Он не скупится на приобретение самых дорогих игроков мира и при этом предоставляет главному тренеру карт-бланш, не мешая тому строить команду по своему усмотрению. Мурати вроде бы создал все условия для того, чтобы его клуб наконец выиграл Скудетто. В прошлом сезоне «Меладзе» считались фаворитами, чемпионаты долгое время шли во главе Пелетона. И казалось, ничто не должно было помешать команде Массиво Мурати финишировать первыми. Но на пятки наступал «Ювентус», и все должно было решиться в концовке, и прежде всего в очной встрече в Милане 26 апреля. Судейство той игры вызвало много споров, но факт остается фактом – «Интер» проиграл 0-1, но и после этого поражение у черных-синих оставался шанс на первое место. Для этого нужно было сыграть сильнее «Ювентуса» против аутсайдеров. У «Интера» не получилось. Команда растеряла очки в матчах с Барри Пьеченци, подчеркнув, что ее проблемы прежде всего кроются в области психологии. Лишний раз у итальянских журналистов появился повод утверждать – «Интер» не турнирный боец. Команде, в который раз не удалось точно рассчитать свои силы на всю длину марафонской дистанции. Выигрыш Кубку Ефа стал для «Интера» слабым утешением. В межсезонье «Миланцы» остались фактически без каникул. Клуб полностью оправдывает свое космополитическое название. Представители «Интера» пополнили шесть сборных, участвовавших на чемпионате мира во Франции. На основании того, как все они себя проявили, следует признать, что звездный статус многих футболистов «Интера» несколько преувеличен. Ничем не запомнились Уэст и Симеоны. Винтер и Кану почти не играли из-за проблем со здоровьем. Дзанетти выстрелил только в одном матче. Джаркаев не блистал, как, впрочем, и в течение всего сезона в «Интере». Мурьеру хоть и старался, но в целом выглядел так же бледно, как и его сборная. Что касается других футболистов, которые по разным причинам не играли во Франции, то и к ним характеристика суперзвезд вряд ли подходит в полной мере. Соуза уже давно в тени молодого поколения сборной Португалии, а уругвая Царикоба, напротив, еще слишком юн, чтобы выходить на первые роли. Особняком стоят два игрока «Интера» — Рональдо и Самараном. Чтобы не говорилось об уровне игры, которую показал на чемпионате мира Зубастик, не следует забывать, что пока никто не снимал с него полномочий лучшего футболиста мира, и этим все сказано. А его партнер по нападению в «Интере», чилиец Иван Самарана, по-настоящему проявил себя лидером своей сборной. Получается, что статус команды суперзвезд, присвоенный «Интеру», несколько надуман. Может прозвучать парадоксально, но, может быть, в этом и заключается сила сегодняшнего «Интера». В нем собраны игроки, привыкшие жертвовать своими личными амбициями, командам, интересам и готовые подчиниться любым, даже самым жестким тренерским схемам. Плюс Рональда и Самарана. Таким был «Интер» в апреле, когда на стадионе Сансира в полуфинале Кубка Ефа он играл со «Спартаком» и пропустил гол от Дмитрия Оленичева, который спустя некоторое время покинул «Спартак». В отличие от своего бывшего и нынешнего соперника по Лиге чемпионов, «Интер» обошелся без потерь и почти никого не купил, хотя одно приобретение компенсирует довольно пассивное участие миланцев в межсезонных трансферах. В «Интер» пришел игрок, чей статус суперзвезды не нуждается ни в обоснованиях, ни в лишних фактических подтверждениях. Руберто Баджо был звездой Фиорентино, но, перейдя в Ювентус, стал заклятым врагом Флоренции. Он был счастлив в Турине, но руководители клуба эту идиллию нарушили. Баджо фактически на одной ноге вывел сборную Италии в финал американского мундиаля, но смазал решающие пенальти. Его два года не вызывали в национальную команду, а тренеры Милана не смогли найти ему достойное применение. Он чуть не уехал в Японию, но решился на переход в Болонию. Баджо провел блистательный сезон и его вернули в сборную. Он спас Италию в матче с Чили, но затем Мальди не предпочел ему Дель Пьеру. Баджо вышел на замену против французов и чуть не вывел Италию в полуфинал. С этой позиции отважиться на такой удар мог только великий игрок, но он не попал в ворота. Баджо объездил весь мир, но никогда не был в России. Хотя и не отказался виртуально пообщаться с россиянами, когда на чемпионате мира такая возможность предоставилась. Руберто, ты первый раз даешь интервью российской телекомпании. В моей стране у тебя очень много поклонников. Может быть, ты скажешь им что-нибудь приятное? Получайте удовольствие от футбола и надеюсь, завтра я никому не испорчу настроение. Теперь Баджо в Интере и пока в основном в составе. Джиджи Симона рассчитывает на связку Баджо-Рональду. Может быть, интеристский этап карьеры Руберто Баджо обойдется без противоречий, одной из которых отпадет само собой 4 ноября, если только Баджо все-таки приедет в Москву. Атентер ждет в наступающем сезоне прогресса. У команды есть все предпосылки для победы в Кубке чемпионов. Кстати, еще одно любопытное наблюдение. С тех пор, как Рональдо связал карьеру с супер-клубами, он ежегодно выигрывает Еврокубки. Сперва Кубок Кубков с Барсой, потом Кубок Уефа с Интером. Следующий шаг, кажется, напрашивается. А вот чего ждать от Реала не знает никто. Сегодня команда проводит первый в наступающем сезоне официальный матч супер-кубки против Челси. Объективное представление о силе Реала игра не даст, поскольку, во-первых, недавно работает в команде новый тренер Гус Хидинг, и цельный игрон поставить еще не успел. А во-вторых, большое количество ключевых игроков вернулось из отпусков совсем недавно и не набрали формы. В будущих матчах Реала и Спартака зававно представить парадоксальную линию. Это два клуба, в прошедшем в Еврокубком сезоне, имевшие проблемы с устойчивостью либо размерами ворот на своих стадионах. Обладатель Кубка Чемпионов Мадридский Реал в своем составе имеет 13 игроков различных национальных сборных, среди которых есть чемпион мира, лучший бомбардир первенства планеты и лучший в мире крайний защитник. Эти факты общеизвестны. Однако в нынешнем сезоне сильнейший клуб Европы, несмотря на минимальные изменения в составе, представляет свое обновленное лицо. В противовес про-голландской Барселоне во главе с Ван Галем Реал выставляет собственную голландскую диаспору, главной фигурой в которой является новый наставник команды Гус Хидинг. Хидинг, возглавлявший сборную Голландии на чемпионате мира, человек, который может коренным образом изменить игру Реала, даже с учетом того, что состав почти не подвергается реконструкции. Об этом красноречиво свидетельствуют его первые шаги на новом посту и матчи королевского клуба в межсезонье. Похоже, что главным козырем Хидинга становится бразилец Савио, который при прежнем тренере Хайнкесе почти не появлялся в основе. В нынешнем межсезонье Савио провел просто блестящее. Ему отдана роль флангового форварда. Причем Савио успешно действовал на левой бровке, именно там, где еще совсем недавно безраздельно властвовал Роберто Карлос. Кстати, после чемпионата мира ряд игроков Реала, и в том числе Роберто Карлос, пребывают пока не в лучшем состоянии. Все это говорит о том, что тактика клуба очевидно изменится. В лице Савио Хидинг приобрел своего рода заменитель Овермарса, крайнего нападающего, во многом определявшего игру в атаке сборной Голландии на Кубке мира. Роберто Карлос при этом пока не набрал форму, однако в перспективе намечается мощный тандем двух бразильцев на левой бровке. Интересно, что им, судя по всему, будет противостоять новая профланговая связка московского «Спартака» Парфенов-Баранов. С левым флангом в Реале вообще связано много интересного. В частности, в прошлом году двух игроков, играющих слева, Роберто Карлоса и Зе Роберто, клуб вынужден был отпустить на три недели в сборную Бразилии на Кубоконфедераций. Образовавшуюся брешь хотели заполнить путем приобретения готового футболиста на эту позицию. Именно тогда возникла кандидатура «Спартаковца» Ильи Цимбаларя, который на тот момент был травмирован. В итоге в Бразилии был куплен Савио, и с его дебютом связан примечательный момент. Уже в первом своем матче бразилец пострадал от грубого приема защитника Бетиса, и этот эпизод местные репортеры прокомментировали так «Савио, добро пожаловать в Испанию». Нынешний статус Савио в команде – подтверждение мысли, что Реал берет на вооружение голландскую модель игры. Ведь во время Кубка мира знаменитый голландец Йохан Кройф заявил, что сильные крайние форварды едва ли не важнейшая составляющая прогресса современного футбола. О том, что Хидинг разделяет взгляды Кройфа, свидетельствует интерес, который Реал совсем недавно проявлял к игроку Милана Ибраиму Ба. Очевидно, что Ба по замысу тренера должен был обеспечить остроту на правом фланге атаки клуба. Пока же фаворитом Хидинга, судя по всему, является Савио. Некоторые считают, что игра на фланге исключает возможность импровизации, говорит Савио. Однако я с этим не согласен. По большому счету мне все равно, где играть. Но и на фланге я себя чувствую превосходно. Я стараюсь подходить к игре творчески. А когда рядом с тобой высококлассные партнеры, это только прибавляет желание творить. В числе приобретения Реала числится еще один форвард. Камерунец Самуэль Этоо, который неплохо провел предсезонку и считается сейчас, если не основным игроком клуба, то ближайшим резервом Хидинга, который позволит ему варьировать тактику. Что же касается проблем нового наставника, то, пожалуй, главная из них – позиция второго центрального защитника в пару к Фернандо Йеро. Мануэль Санчис уже стар, а Иван Кампо нестабилен. На данный момент Хидинг пока так и не определился с кандидатурой на самую уязвимую позицию в обороне. Однако решить ее ему придется в кратчайшие сроки. Поскольку уже сегодня Реалу предстоит важнейший матч – игра за суперкубок с английским Челси. Этого трофея в коллекции королевского клуба еще нет. И говорят, что когда Хидинг принимал бразды правления в команде, президент Реала Лоренцо Санс привел голландца в клубный музей и заявил – здесь должен стоять суперкубок. Послужной список Гуса Хидинга, казалось бы, позволяет рассчитывать на успехи Реала под его руководством. Однако применительно к испанским клубам его достижения скромны. В начале 90-х он возглавлял Валенцию, из которой был уволен после разгромного поражения в Кубке Уэфа от итальянского Наполи 1-5. Зато именно при Хидинге в 88-м году голландский ПСВ Эйнтховен выиграл Кубок чемпионов. Максимальный результат – то, чего ждут от Хидинга в Мадриде. И что так нежелательно сейчас для московского Спартака. Однозначно можно сказать то, что для Реала начинается новый этап в истории. Он будет связан с именем титулованного голландского специалиста. Хидинг из тех, кто приходит выигрывать. И сейчас для больших побед у него вполне достаточно аргументов. Интересно, что спартаковцев, как соперников, в Испании не рассматривают. В сегодняшнем номере газеты «Марка» в ориентирующем составе «Спартака» в качестве пары форвардов указана настоящая суперсвязка – Робсон-Сметанин. Главная интрига – по версии «Марки» Рональда против Мадрида, сохраненная еще с тех времен, как лучший друг стоматологов играл за Барселону. В Австрии к «Спартаку» тоже отношение специфическое, как к поставщику очков. Болельщикам «Штурма» кажется, что если их команда кого-то и победит в розыгрыше лиги, то именно россиян. Градский «Штурм» – наименее известный и сильный соперник «Спартака» в группе. Как играет австрийский клуб, в России, наверное, мало кто имеет представление. Зато наши болельщики должны помнить лидеров «Штурма» по их играм за сборную Австрии на последнем чемпионате мира. Таких футболистов в клубе четверо, и все они игроки линии атаки. Ивица Вастич, Маркус Шоп, Марио Хас и Роман Мелех. Шопа в России помнят еще по Гамбургу, в составе которого он приезжал в Москву на матч со «Спартаком» в 96-м. Австрийская сборная во Франции запомнилась прежде всего своим упорством – умением вести борьбу до конца. Не случайно все три своих мяча подопечные Херберта Парахаска забили на 92-й минуте матчей, вырвав ничьи у сборных «Чили» и «Камеруна». Один из голов на счету Вастича. Довольно тревожный фактор, если учитывать, что «Интер» у «Спартак» проиграл, пропуская мячи на последних минутах таймов. На чемпионате мира Австрия не сумела выйти из группы, но все равно выступление сборной было признано стране удачным, учитывая провалы предыдущих лет. Специалисты связывают этот прогресс с возросшей ролью провинциальных клубов в национальном первенстве. Штурм в прошлом году выиграл и чемпионат, и Кубок Австрии, а впереди второй клуб «Рапид» на 19 очков. В 36 матчах команда забила 80 мячей, а пара форвардов Вастич Хаас была вне конкуренции в споре снайперов. Еще двумя лауреатами прошлого сезона стали конструктивные полузащитники клуба «Мелех» и «Ранмайер», признанные лучшими в Австрии своих амплуа. Взлет штурма объясняется двумя причинами. Первый клуб очень прочно стоит на ногах в финансовом отношении. Именно штурм пару лет назад скупил всех лучших австрийских футболистов, играющих на родине. У штурма великолепно развита клубная инфраструктура. Постоянно идет работа с болельщиками, и, как следствие, стадион в Граце переполнен. Стадион, на котором штурм проводит свои матчи, носит имя Арнольда Шварценеггера. Грац – небольшой университетский городок, хотя с населением в 200 тысяч он является вторым по численности в Австрии. И «Терминатор» пока самый известный из всех людей, которые когда-либо родились здесь. Суеверные горожане верят, что магия имени Шварценеггера помогает и штурму. Вторая причина успеха называется Ивица Осим. Это очень авторитетный тренер, тренировавший сборную Югославии перед началом Гражданской войны в этой стране. И, по слухам, бывший в числе кандидатов на пост наставника Реала. Игроки его просто чтят. «Если бы не Осим, мы не стали бы лучшим в стране», – говорит Ранмайер. «Он настоящий специалист, он много времени уделяет тренировкам, тактическим занятиям. От него не ускользает ни одна мелочь. Наш плюс в Верокубках считает сам Осим в том, что нас никто не берет в расчет. Фаворитами считается кто-то другой, но никогда не мы. Ну и хорошо, им тяжелее. Пусть нас недооценивают, нам так легче». Пусть в Австрии думают так, как им легче. Вот такие дела. Сегодня футбольный клуб отмечает круглую дату. Ровно год минул с тех пор, как московский «Спартак» объявил бойкот нашей передачи и лично мне ее ведущему. Причиной послужил материал, показанный после памятного поражения «Спартака» от Кошицы год назад в квалификационном раунде прошлогодней Лиги чемпионов. А темой материала был анализ причины поражения сквозь призму личности главного трагического героя всей тогдашней ситуации – Олега Романцева. С самого начала было ясно, что «Спартак» без футбольного клуба и футбольный клуб без «Спартака» проживет. Пострадает только никак не задействован в этом конфликте болельщик, который не узнает о самой популярной команде и самой популярной телепередаче. За этот год съемочная группа футбольного клуба ни разу не приезжала в Тарасовку и только однажды после чемпионского матча в Волгограде получила возможность взять послематчевое интервью у игроков. И тем не менее сейчас, когда эта ненормальная ситуация длится уже год, многие болельщики, узнавая, что между «Спартаком» и нашей программой не все, слава богу, удивляются и переспрашивают, как так и почему. Это скрытый комплимент нам, по-моему. Я считаю, что по профессиональной деятельности нельзя сделать выводы о личном отношении к тому или иному. Это и есть та нейтральность, объективность, к которой мы стремимся, и во многом это и есть в нашем понимании профессионализм. Мы со «Спартаком» со своей стороны не ссорились и готовы работать с командой, как будто ничего не происходило. Я прекрасно понимаю, на что и почему мог обидеться в моем материале годичной давности Олег Романцев. Вместе с тем, мне кажется, что год – достаточный срок для того, чтобы покончить с личными обидами и не распространять их на профессиональные взаимоотношения. Я бы с удовольствием принес свои извинения за материал, если бы в чем-то солгал или потасовал факты, но этого не было. Право журналистов на изложение своей точки зрения неприкосновенно, как право футболиста играть. Это объективная позиция программы и канала. Свою собственную, необъективную и субъективную точку зрения на ситуацию я изложу в одной из газет на следующей неделе. Используя для этого передачу, где Олег Романцев не может мне ответить, было бы некрасиво. А «Спартаку» удача в Лиге чемпионов независимо ни от чего, потому что предпосылки для этой удачи, конечно же, есть. Тему завершает рассказ Ильи Казакова о матче «Спартака» с «Литоксом». Ответный матч «Спартака» с «Литоксом», лишенный всякого интереса, собрал не так много народа. Рядовых болельщиков на трибунах почти не было. Посадочные места оккупировало бодрые братья в красно-белых шарфах. В первые минуты встречи даже не верилось, что играется отборочный матч Лиги чемпионов. Болгары по сравнению со «Спартаком» выглядели футбольной командой ветеранов фабрики мягких игрушек. Москвичи были скоростнее, умнее, изобретательнее. И атака, в которой забивался первый гол, стала характерной для всего матча. Игра «Барану» на опережение сорвала планы «Литокса» сделать искусственный офсайт. Хабек «Спартака», получив мяч, увел защитников центра, отдал пас Титову, рванувшемуся в освободившуюся зону. Прострел с фланга, и у Тихонова было достаточно времени для того, чтобы прицелиться и точно пробить мимо вратаря. Акцент на фланговую игру оправдал себя на 100%. Оборона «Литокса» за все 90 минут так и не смогла приспособиться к «Спартаковским стенкам» забеганием и скрещиванием. Было ощущение, что болгары вдобавок хуже готовы физически. И после каждой атаки с фланга, даже после розыгрыша стандартных положений, в штатной гостей начиналась цирковая суета, инициатором которой нередко становился вратарь «Литокса» Вутов. Тем неожиданнее выглядел спад в игре «Спартаковца» в середине 45 минутки. Начали ошибаться центральные защитники «Бушманов» и «Ананка», и «Болгары», почувствовав слабинку, пытались выровнять игру. И это им, правда, не удалось, но несколько опасных контратак «Литокс» сумел провести. Растормашить партнеров попытался «Баранов», едва не забивший, после классного удара издали. Правый хав «Спартака» всю встречу старался действовать на максимальной скорости, но такой темп был оправдан не всегда. Именно потеря «Баранова» привела к ответному голу. Возврат к равновесию в матче ударил по самолюбию хозяев. «Спартак» снова начал массированные скоростные атаки, уследить за которыми «Болгары» не успевали. Вскоре «Литокс» остался в десятером, и москвичи окончательно растянули оборону соперника, как меха гармошки, солировал на который до перерыва Тихонов. Сначала Андрей после очередной фланговой атаки вывел «Спартак» вперед, а затем мог сделать и хет-рик, если бы порасчетливо выполнил пенальти, назначенный за снос Ширко. Но судьба распорядилась так, чтобы третий гол в матче забил Егор Титов. После перерыва страдания «Болгар» продолжились по-новому. «Спартаковцы» выходили победителями всех единоборств, даже на втором этаже. И супергол Цимбаларя, логично завершивший контратаку «Спартаковцев» после неудачно выполненного штрафного «Литокса» в другой ситуации, вызвавший бы бурю восторгу в среду, выглядел как нечто, само собой разумеющееся. Встреча с «Спартаком» «Литокс» забил опять же из центральной зоны после ошибки «Москвичей». 6-2, счет мог бы идти крупнее, если бы не жуткий ливень под занавес матча. Говорят, что дождь – «Спартаковская» погода, но не настолько же. Уверенно победив «Литокс», «Спартак» не вошел в Лигу чемпионов, а буквально въехал в нее, словно на скоростном лифте. На каком этаже становится кабина «Москвичей» зависит в первую очередь от качества их игры в обороне. Сегодня была проведена жеребьевка двух младших еврокубков – Кубка Кубков и Кубка УЕФА. Соперником «Московского Динамо» в Кубке УЕФА стал Рижский «Сконто», который в квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил «Интеру». Вот такая ирония в определенном смысле судьбы. «Московская Динамо» всегда уверялась, является историческим соперником «Спартака». И вот теперь «Спартаку» в Лиге чемпионов достается «Интер», команда, одержавшая победу, а «Московскому Динамо» достается «Сконто». Про «Сконто» известно, что это команда с очень прочной обороной. Команда, которая регулярно приезжает в Москву на Кубок Содружеств. Но, правда, об обороне подобного вывода на материале игры с «Интером» сделать невозможно. Все мячи были забиты в ворота «Сконто» в первом тайме. Подробный материал об этой команде смотрите в футбольном клубе в понедельник. Ну а теперь о том, кто остался в «Московском локомотиве» в Кубке Кубков. Ирония судьбы – это киевский клуб «ЦСКА». Главная звезда команды – знаменитый Виктор Леоненко, чей «Звездный час» наступил 4 года назад в памятном матче Лиги чемпионов «Динамо-Киев-Спартак». Тогда два гола Леоненко во втором тайме переломили игру, и «Динамо» победила 3-2, хотя и два мяча проигрывала после перерыва. Сейчас Леоненко, два последних года практически не игравшей, постепенно набирает прежнюю форму. Другой актуальный аспект единоборства – российско-украинское противостояние на клубном уровне. Ну в общем, второй гол мы покажем как-нибудь в другой раз. К завершению же нашей программы приближают два отчета о матчах русских команд в Кубке УФА. В одном состоялась будничная трудовая победа, в другой – достаточно позорное поражение. «Динамо» в ответ на матч 1-64 Кубка УФА против варшавской «Полонии» избрала тактику минимальных энергозатрат. Дебютные минуты прошли с гостевым преимуществом. «Полония» распоряжалась в центре и достаточно вольготно чувствовала себя на «Динамской» половине. Серьезных голевых ситуаций поляки не создали. Однако несколькими своими атаками всерьез раздразнили хозяйское самолюбие. К 17-й минуте белые-голубые созрели для того, чтобы отказаться от нетривиальной домашней контратакующей модели. Едва ли не первая настоящая «Динамовская» вылазка к «Варшавским воротам» обернулась значительным событием. Счастный, до мяча не дотянулся, но Кобелева за ноги схватил. Подошедший к точке Терехин так для себя самого и не разобрался. На силу он хотел пробить или на точность. В итоге штанга и столь нужная «Динамо» разница мячей остановилась в росте. Тем не менее пенальти, пусть и нереализованный, обозначил переход инициативы к хозяевам. Персонально-динамовское преимущество воплотилось в взаимодействии Кобелева и Гусева. Игроков, демонстрирующих наибольший созидательный потенциал. Наибольшую пользу Гусев принес, когда сосредоточился на подыгрыше. Под занавес тайма он мог стать автором голевого паса Данилявичесу, но литовец не своевременно упал. После перерыва долго не получалось конструктивной игры. Количество тактико-технических ошибок достигло критического уровня, и происходившее на поле грозило превратиться в клоунаду. Однако, примерно полчаса спустя, хозяева нашли в себе силы противостоять игровому хаосу. На поле появился кульчий, что несколько встряхнуло атакующие линии Динамо. И на 90-й минуте неудачный пенальтист Терехин завершил атаку, которую несколькими секундами ранее сам же и начал. 2-0 по сумме. Победа, вырванная зубами на первой же стадии, вряд ли сули Динамо радужные еврокубковые перспективы. Что касается поражения ротора от сервейной звезды, то, видимо, это достаточно закономерный процесс. Когда в команде без исторических традиций, команде, которая достаточно молода, застаивается кровь, когда в ней не гуляют эмоции, наверное, это не идет ей на пользу. Кажется, ротору нужна сильная встряска. Команда медленно идет, катится по наклонной плоскости. Мы все-таки покажем вам фрагменты матча ротора от сервейной звезды. У нас появилась такая возможность. Волгоградское свидание ротора и сервейной звезды, имевшее целью явить Европе участника основной сетки Кубка УЕФА, началось по балканскому сценарию. Пока хозяева только пытались оценить диспозицию партнеров, абсолютно незнакомые с правилами хорошего тона гости побежали забивать. Россияне в первые минуты чувствовали себя, словно за границей, оттого их спорадические атаки имели суетливо-судорожный характер. В нападении же у цервейной звезды все было разложено по полочкам, как в образцовом супермаркете. От разнообразия комбинаций и широкого выбора ударов у Чичкина должно было рябить в глазах, но кипер ротора спокойно пополнял свою потребительскую корзину красивыми сейвами. С трехминутным интервалом размочить счет могли Бегович и Гойкович, а Волгоградцы тем временем еще не нанесли ни одного удара поворотом. Лишь к середине тайма Евричу пришлось потерять энное количество нервных клеток из-за навеса кривого и последовавшего завершения эпизода, так и оставшегося исключением из хозяйского правила первой половины – минимум опасности у чужих ворот. Соперники ротора в то же время придерживались веры в неминуемый переход количества ударов в качество голевого преимущества. Подтверждением тому служила маниакальная страсть Огненовича и компании к выстрелам из любых позиций, которые белградцы старались украсить предварительным обыгрышем как можно большего количества оппонентов. И все же первый тайм он завершится абсолютно нелогично, однако Кривов не смог преобразовать прострел Веретенникова в так необходимый хозяевам гол. На второй тайм ротор вышел с решительным выражением игрового лица. О том, что ждет Югославов, красноречиво поведал Веретенников, отправив от промечиво ставшего в стенку соперника в глубокий нокаут. Лишь после этого двигатель хозяев наконец перешел с холостого хода на полную мощность работы. Катализатором первого гола стало удаление Гойковича за вторую желтую карточку. Ротор среагировал немедленно, осадив Белградскую штрафную. Защитники гостей не успевали сомкнуть ряды после очередного набега хозяев. В конец их мучениям положил Зернов, придав метанием мяча по вратарской ярко выраженную голевую направленность. Отпраздновав успех, волдоградцы стали играть на удержание, но эволюция тактики происходила очень медленно. И не успев сосредоточиться на обороне, ротор снова вынужден был атаковать, так как Огненович, выиграв у Борзенкова, целую фазу в движении счет сравнял. Следующие несколько минут волжане посвятили переживаниям, которые чуть было не усилил все тот же Огненович. Но Чичкин подарил своим партнерам шанс, который приобрел наиболее реальные победные контуры на 80-й минуте, когда Веретенников со своей точки прострелил стенку насквозь, а только Еврич не успел увернуться. Через несколько секунд маятник итогового результата качнулся в противоположную сторону. Бездарный розыгрыш углового позволил двум югославам совершить рейд тыл врага, больше походившим на карательную акцию. Защитник Дудич получил полный карт-бланш передачи партнера, после чего реализовал свой голеодорский потенциал, сократив представительство России в Кубке UEFA ровно наполовину. Мы провели очень тяжелый матч, и я благодарен своим партнерам, большинство из которых еще очень молоды, за то, что мы, даже оставшись в меньшинстве, выстояли и заслуженно победили. Начиная со следующей недели, понедельничные выпуски футбольного клуба будут выходить в эфир в 0 часов 40 минут. Мы надеемся, что вы сохраните нам верность и в ночное время. Счастливо, до встречи в понедельник, играйте в футбол. Продолжение следует...